Сегодня 6 сентября 2014 года. Это поселок Потеряевский, Мамонтская района, Алтайский край. Мы находимся здесь у нашего староста Игоря Александровича Барабаша. Это его комбайн. Вот он сам сидит, ремонтирует. Да, ремонтирует. Уже давно пора выезжать в поле, а мы все ремонтируем. Ну, все сделаешь. Техника эта старая, приходится возиться с ней. Вот, а вот ему помогает брат Володя Песчиков с Урала. Расскажи, брат, как ты здесь очутился-то? Да как очутился? Уж не первый раз. Ну, как я имею в виду, пригласили как-то тебе или сам Господь положил тебе на сердце? Все, так скажем, сам, да. Ну, движение души можно так вырисовать. С желанием. Конечно. Конечно, как бы желание. А в первый раз, когда ты приехал в Потерявку? В каком году? Точно год не помню. В этом месте с Желтухиным приезжали с Александром. Который бывший священник был, да? Да, да. Ну, а как вообще ты? Ну, вот он что-то, какие-то материалы, может, давал или что? Как вообще тебе? Ну, конечно, через него. Все было через него, через Желтухина. Он нам прорекламировал. Причем прорекламировал это, видимо, после того, как познакомился с Астом Акимом. Решили. Потом вместе решили поехать узнать, что за диковина такая. Приехали. Вот первый раз я тогда увидел Игоря Барбаса. И, ну, не знаю, как выразиться, но, в общем, душа лежит к этому человеку. Братской любовью. Да и занимаемся, в принципе, одними и тем же практически. По механике все равно. Да, да. То есть у нас и разговоры о коровах, о быках, о комбайнах. Мы говорим как бы на одну тему и рассуждаем. Ну, естественно, и духовно. Это в первую очередь, конечно, духовный план. Приезжаю поделиться. Ну, чем делиться особо нет. Но зато перенять. Где-то использовать для дела. Ну, а где-то посмотреть и не делать так. Ну, как у Серахова сказано, говорит, увидел Мудрого, да? И стирает пороги дома его. Да, да, да. А ты сам с чем занимаешься вообще? На Урале, где живешь именно? В чем у тебя профессия заключается? Ты говоришь, такой же, как у Игоря, подобная. Да нет, ну, дело не то, что подобное. Я здесь делаю механики. Сам занимаюсь, ну, у меня компания своя, небольшая, правда, занимаюсь с ремидераторами. То есть, я делаю все с машинами. Где работаю с механизмами, работа с газом, работа с электроникой. То есть, все компактно, но спектр широкий. Для меня, в принципе, любой механизм, без разницы какой. Я его разберу, в принципе, пойму и отремонтирую землю. Суть не в этом. Ну, а какое вообще влияние оказало на тебя, вот именно, в вере во Христа, вот именно здесь посещение, когда ты в Потерявке оказался, познакомился с людьми здесь? Я думаю, это было до. До, да? Да. Именно как, каким образом? Через книги? Это было до, это было... Нет, даже не через книги. Книги пришли позже. Это были искренние беседы. Вечерние, обычно, ну, чаще всего вечерами мы собирались. Бывало дело, и даже знакомый друг мой, старожил, на полевом стане, мы у него, к нему приходили специально. На ночь, всю ночь, бывало, читали Библию. Какие-то места выбирали, рассуждали. Вот началось все с этого. То есть, именно желание узнать, желание измениться. И было изначально любопытно, что это такое. А потом, когда в действительности увидел, что это может повлиять на меня, изменить к лучшему. Это было первое, первое, что... А потом уже, видимо, из бесед, из разговоров, уже потом я начал осознавать и понял, действительно, что для меня есть христос. Только тогда. А изначально это было, да, действительно, я вижу, что человек меняется. Я вижу, что у него семена, лад. Я вижу, что у него... Он полностью поменял свое мировоззрение. То есть, ты увидел жизнь? Да, да. Это было с примера. И сюда-то я приехал тоже за примером. Я уже брату говорил, и высказывался, и не только ему, что приехал посмотреть хорошего, откровенно говоря. И хорошее увидел. Ну, и хорошее, как нельзя поступать. Любовь между братьями должна быть. Вот меня очень-очень сильно заботит тот момент, что нет, может быть, на мой взгляд, нет той любви, которая должна быть между братьями любви. Во кресте. Что вас объединяет? То, что вы живете в одном месте, в одной деревне, это одно. Я тоже в одной деревне с безбожниками живу. Ну, то, как вы друг к другу относитесь, так лучше жить за сотни километров друг от друга тогда, в таком случае. А как по-другому? Когда быть равнодушным совершенно друг к другу, за все время, вот я вот здесь неделю сейчас, уже заканчивается, уезжаю, Бог да, завтра уеду. За это время я видел только тебя, Флодя. Брат Виктор приходил. Все. Инатьев, он еще? Ну, да. Я, вы слышите, Игнатья Тихонович, батюшка, я уже как бы... Да, это обязательно. Обязательно. Я имею в виду, среди тех братьев, кто живет здесь. Все. Где, почему? Ну, то есть не подходят, хотя бы какие-то вопросы вы задали, познакомились. Я бы, конечно, мог сам, меня можно спросить. А ты почему не побежал? Не пойду. Ну, я в первую очередь пришел, брат, я тебе в бодраки. Что прикажешь, то я делаю. Надежда Васильевна машинку привезла. Ну, упрашивают, ну, Игорь, ну, можно, можно. Я говорю, идите, идите к Игорю спрашивать. Я говорю, ну, все, мы потом уже темно встали, когда брат сипарижил, я поглядел. Все, слава Богу, хоть у вас же или женщина. Ну, реально, я не пойду без его позволения. Завтра, может, Бугдаст пойдем, сходим. Ну, вот ты мне, мы как-то с тобой беседовали, ты мне рассказывал об книге, киснил православий, вроде бы она тебе немного там, ну, не немного, а вообще глаза открыла, как говорится. Ты мне сейчас... В полноту. Тогда ты мне задавай вопрос конкретнее. Если ты говоришь об обращении... Да, об обращении. Да, прости меня, брат. Вот, я сначала тебя не понял, что ты говоришь. Ну, я недалек, видимо. Те, кто работает с буками, о буках не разговаривают, видимо. Обращение. Это было действительно так, с книги к истинному православию. Дату, к сожалению, я не могу сказать, назвать точную. Отец Александр, ну, отец бывшим, Желтухин, приехав однажды из собрания Вишемя, привез с собой к истинному православию. У него была книга и открытым оком том, по-моему, первый том, да. Мне они в руки попали, тут же у него перелистал. И говорю, отец Александр, дай мне. Вот почему-то вот дай мне, я говорю, все. Вот у меня другого слова просто не было. Я увидел, на тот момент увидел, в книге быстро пролистав, увидел, что творится в церкви изначально. Меня здорово гладало чувство неспокойное, то есть то строение, не строение, вернее, что должно было происходить в церкви. Это было еще помещено с переходом в другую юридицию, из МП, русско-православная церковь за границей. Это как раз было и в одно время. Потом Желтухин-то и ездил к епископу Евтихию. Вот тогда он привез эту книгу. Я начал перечитывать. И смотрю, ну прям вот действительно то самое есть. В первую очередь, конечно же, с самой первой страницы, самые первые слова, это был вопрос о Библии. Почему я, будучи называемым себя христианином, не имел ее в руках? Первый же вопрос сам к себе. Библия. И пошло-поехало. Библия, ага, а мне же ведь надо ее хотя бы изучить, перечитать, узнать. Ведь это первое место, вернее, первое, что должно быть у нас в руках. Священное Писание. Начал этим вопросом задаваться, естественно, к истинному православию я проглотил ее. Ну, практически буквально, в смысле проглотил, перечитав за раз быстро. И меня, не знаю, что тут стало чрезмерно волновать и будоражить внутри состояние наше духовное общее. Как раз именно на тот момент ее проведено. Был отход, выход, вернее, из Желтухина из патриархии. И я тут был. Я тут был на собрании, когда его миссионер из МП, так скажем, выпроваживал. То есть я тоже тут присутствовал. Нас опрашивали. Как только я высказался, что я доверяю Желтухину на тот момент, он тут все на мне крест поставил, все, ты не наш, ты уходишь. И мы с ним встали, с Александром, не только в воскресный день, когда встречались, потому что приезжали в Сарафанку, и бывало имя недели, даже и по несколько раз приезжал, пусть это далеко, и мы с ним садились и беседовали, читали и беседовали по Библии. Тогда, можно сказать, и начало мое обращение, начало мое обращение к Кресту. Оно произошло нерезко, я не могу сказать, как это было, допустим, вы знаете, что в раз там, все. У меня может быть настолько я толстокожий и медлительный, что мне нужно все было обдумать, осмыслить. Пусть я запрягаю медленно, но еду просто. Что бы ни говорили все остальные. Я останусь на своем, останусь на том, в чем учит Библия. Дай Бог крепости, вере, сохранить, сохрани нас, Господи, именно от лукавого измышления нашего. Вот так вот выразится. Дел лукавых, они не остаются от нас, а вот то, что в умах наших. Беречь надо разум, беречь надо ум. Ставить ее на стража. Что происходит? В частности, между братьями, у нас в мире с братом Андреем есть мир, слава Богу, но у нас нет взаимопонимания. Мы с ним хранимся только на, сохраняемся на том, что мы вместе славим Бога, ходим вместе в церковь. Взаимопонимания, к сожалению, нет. А вот брата ты Андрея вспомнил, Смирягина. Да. Ты же ему тоже эту книгу вроде дал, к Истинному православию. Ты как-то помнишь? Ты все на книге переводил. Да, да. Но я понимаю, именно вот у меня пока в этом цель состоит. А потом в дальнейшем тоже. Потому что я-то уверовал через вас, отчим дело, через брата Андрея Смирягина, через тебя, Володя. Ну, конечно, когда я к Истинному православию сам перечитал, у меня первое желание было поделиться. Однозначно. С кем? Кому? На тот момент я вообще не мог найти никого, с кем бы я мог поговорить даже на эту тему. Единственное, это был ближайший, это опять же желтухи. Все. У меня на тот момент переворот произошел. Переворот произошел. Я могу сказать, да, это действительно было обращение. Это действительно было обращение. У меня была огромная жажда к молитве. Было ревностное отношение. Не было, не то что, вернее. Появилось ревностное отношение к соблюдению правил церковных постов и всего церковного уклада. Ну, это я был тесно связан с тем, что и понаморил при церкви. Видел, как и что строилось. С кем поделиться? Не с кем. Собранием нас их разогнали. Я еще юридически никуда не оформился. Я не бывал в епархии. А какой юридически? Кто я такой? Мирянин. Но, тем не менее, мы уже после с Желтухиным ездили в Ишим. И там уже более-менее утвердилось. Меня Евтихий очень хорошо утвердил. Мы с ним побеседовали. Все говорит, успокойся. Все будет. Слава Богу, хорошо. И вот, к кому пойти? Я бы думал. Думал, ага, у меня был брат Алексей, Ниша, ну, еще Олег. К тому, к третьему, пятому, нет. Вот что-то подсказывало, что уже, как-то, не знаю, может быть, я и слукаю на тот момент, или же по неопытности, по незнанию. Я не пошел туда. Я думаю, надо идти напрямую к Андрею. Андрей меня очень симпатизирует тем, что он ремностный человек. Где-то, может быть, чересчур фанатично, но тем не менее, я знал, я чувствовал, что можно вот в него этот огонечек посеять. И этот огонечек в костер превратится. Слава Богу за все. Я благодарю Господа. И только, когда я пришел к нему, помню этот момент, брат, говорю, ну, тогда еще меня не называли друг друга братьями, еще не было привычки. Я говорю, Андрей, говорю, вот смотри, вот такое-такое делается. Вот у меня есть книга, она, говорю, мое отношение к церкви совершенно изменило. Отношение к Богу, она мне открыла, кто такой Христос и что Он есть вообще для нас, для верующих. Я не просто православный, я, в первую очередь, христианин. Давай, ты почитай. Ну, ты только, говорю, аккуратнее, смотри, чтобы, мало ли, тебя не свихнуло, не истошнило. Давай. Ну, и плоды, вы, в принципе, видите. После этого, буквально через пару дней, я переходил, он еще до конца не дочитал, и мы уже, и у нас не дошла именно разговоры, беседа, именно о том, что описано, о том, что в ней описано. И тогда мы с ним уже, в действительности, в первую очередь взяли в руки Библию. Вот я слышал от брата Андрея, он говорит, вот эта книга его поставила на колени, то есть он увидел... Возможно, так. Я в этом не участвовал, я только свидетель внешних его проявлений. Да, да, да. То есть я не знаю, что у него внутреннее, это уж он сам могу себя сказать. То, что Господь его осветил через эту книгу, то, что он понял, какой он православный, то есть... Мне это... Меня лично эта книга, она указала, она была как... Именно как... Я не знаю, то есть... Ориентир. Куда двигаться? К чему? Я Библию в руках не держал на тот момент. Вот что самое важное. Даже не к кисти на православие, самое важное. Кисти на православие очень хорошо помогла продвинуться к Библии. Ничего другого. То есть... Ну, именно вот это был... Ну, к краеугольным камнем, что ли... Через что можно было сойтись в своей жизни именно... Привести именно к тому, что нужно. То есть... Именно к Библии, к Священному Писанию. Я... Желтухин даже шуткой Баптистову обзывал. Что ты, Володь, как же... А я прихожу к нему, у меня подмышкой в пакете Библия. Вот еще... Старенькая такая она это... Подносилась здорово. Вся прямо перелистанная, перечитанная. А я к нему, как только, сразу на стол и начинаю. Да, вот так-то, так-то. Я... Бачка, да, вот так... Вот это-то-то-то-то... Он сам-то ответит. Да я не знаю. Давай вместе смотреть. Ну давай. Вот. Ну, в принципе, вот и все, брат. Давай, я продолжу. Нет, продолжай. А можешь во время работы и говорить? Нет, не могу. Не можешь, да. Не могу. Ну, а вообще, в дальнейшем, как благовестие началось вот это вот проповедь, то, что вот именно когда-то в момент все это произошло? Это была первая любовь, брат, не скажу тебе. Как на благовестие вышли? Это была действительно первая любовь. Это как юнец ухаживает за своей невестой, девушкой, так и мы ухаживали за тем детищем, которое вот-вот у нас появилось в руках. Как мы ревностно относились к этому, как мы берегли. Ну, к сожалению, первая любовь отходит. Отходит, как я везде смотрю. Мы составили с братом план своего действия, что мы будем делать, куда пойдем, в первую очередь стали искать себе единомышленников, и ты в том числе, брат, здесь же. То есть это уже работа Андрея. Составляли план, куда идти по с благовестием. Мы обошли практически все селения нашего района. Мы не прошли только сам, естественно, город Артемовский. Мы только частично его взяли. Совсем маленькую часть. И какую-то еще деревушку мы не взяли. Я уже даже не помню, какую-то маленькую. А каким образом вы свидетельствовали? Как еще беседовали? А свидетельствовали? Ну, так же, как и вы, в принципе, делаете поселение по деревням. Так же шли. Ну, мы шли вчетвером чаще всего. Когда ты бывал с нами, когда мне было, там, Кристинку брали, у меня, Антошка со мной ходил. Серега-то еще малец совсем был. Ходили. Ну, так же подходишь к дому. Мир вам! Однажды нам не надо нам идти отсюда. Ну, слава Богу, отряхнули только прах с ног и все. И такое радостное. Вот. Вот. Просто здесь Бог давал ощущение радости слуги, который был послан собирать по дорогам. Повесим. Радость того, что ты делаешь дело Божие ангельскую работу. Благовестить. Ангелы вещают. И ты, если ты благовестник, ты идешь и несешь Слово Божие, ты равен ангелу в этом деле. Ангел не выходит нам и не говорит. Если он выйдет, мы тут пойдем со страху всем. Но здесь Бог поручает нам, людям. Ангел яйца еще не поверит, она улов скажет. Да и человеку не верят. Но тем не менее, когда ты делаешь, ты идешь с благовестником, ты не побоюсь этого слова. равен ангелу в этом труде. Ты выполняешь ангельскую работу. Как ты думаешь, ну хорошо, вот я и есть это послание. Хоть тут исполнить заповедь Божию. Хоть здесь. А в чем у тебя сейчас духовная работа ведется именно там на Уроль? Каким образом? Здесь я сейчас, ну можно сказать, не то что остепенился, а съел. Сейчас, слава Богу, я просто благодарен, что так получилось. Город Реж еще есть в соседнем районе. Мы живем так, что от одного города 12 километров, другого 18 километров. Ну примерно посередине. И вот я сейчас не в Артемовске нашего района, а в Реж. Там есть отец Андрей, священник, шестеря ребятишек у него. Он протеерей. Бывший благочинный, сейчас там сметели, но не важно. И вот он когда-то и сам обратился к вере именно через кружок, как он выражался, библейский кружок. То есть там, где священное писание изучали. То есть пришел к вере именно через это. Не через бабушку иную веру, а именно через изучение священного писания. И у него отношение к священному писанию трепетное. Но по крайней мере он не противится ему. И слава Богу он позволил как-то даже сам можно сказать ну инициатором-то я был, но он помог и развернул выходя с амбона он говорил образовать кружок своего рода. То есть воскресную школу. Моя деятельность сейчас состоит в том, что мы собираемся и по толкованию уже на филата, ну от которого трехтомник от Инатия начал. По нему проходим. Проходим. Очень, очень хорошо идут занятия в плане в том, что люди активно принимают в нем участие в обсуждении. Не пассивно посидел, ушел. Были такие? Было поначалу много собиралось там чуть ли не по 30 человек было даже как-то собирались. Ну естественно отбор произошел, то есть отсеялись. Сейчас где-то человек бывает, ну, двое приходящих, то есть до 12 человек получается. Ну смотря куда семья упало, да? конечно. И знаешь, вот, сами за собой отмечают сестры. Ну мужиков там есть один, один Волода тоже зовут. Кстати, надо будет ему скомплетовать открытым оком все книги просил. Вот. Сестры замечают, что мы были до того, как мы начали здесь собираться, мы, говорит, не знали, что... Ну мы знали, то вот, вот, вот Тамара, вот Нина, но сестрами друг друга назвать не могли. Заговорили о священном писании, заговорили о порядке в церкви, я не скажу, что было обращение ко Христу, я думаю, что да. Пусть каждый свидетельствует сам за себя, но я вижу изменения в людях. Они становятся общиной, называя себя, в принципе, так и есть, то есть мы, как одна семья, мы, говорит, до этого, не участвовали в жизни друг друга, абсолютно. как-то она стала заботить. Друг на дружку, по крайней мере, хоть смотреть стали. То есть сестра заболела, все, они там чуть ли не гурьбой целый, идут к ней, что да как, то есть беспокоятся, заботятся. Тут вот недавно ко Христу Господу отошла одна Елена ее зовут. Очень такая, ну, что, все, закругляйтесь, брат говорит. Все. Слава Христу. Слава Христу. Давай с Богом, ага. Ладно, брат, давай. Спаси Христос тебе. Бог помощь вам. Слава Христу. Вы когда выходите из храма, быстро выходите, а ты все анклотируешь наоборот. Задерживай. Так, сегодня у нас какое число? Седьмое, наверное? Седьмое, седьмое. Седьмое сентября 2014 года. Сегодня занятия будут, Лена, поближе, куда далеко уходите, ветер, вообще дует не слышно. Сегодня занятие будет на слово приветствие. Я не знал, что по чину будут читать о приветствии. Приветствия церкви, приветствия братьев, приветствия портунату, прискили, акили. Вы слышали, что читались сегодня? И сразу же анафемы идут. Слово анафемы встречается всего, только, кажется, два раза. Если с галатами считать, это четыре. И где приветствие, там сразу анафема. Кажется, вопрос очень простой, а он совсем не простой. Кого приветствовать? Когда? Когда не надо приветствовать? И Библия нам все отвечает это. Я буду задавать вопросы, не на день, а не ответить их. Мне делают замечания. У нас в интернете выставляется это. Когда говорить о духовном, какие вопросы? Ни одного нету. Как заговорили о житейском, сразу оживились, бодро отвечают. Ну и сами решите, какой ответ в конце-то. Заговорю сейчас о коровах, о покосах. Нормально. Так, сегодня едут на Благовестие, едут под Степное, на следующее воскресенье по Ново. Нам нужно сегодня желательно бы две машины. Село большое. Сколько там тысяч? Ну, я не знаю. Команда какая? Больше уех, наверное. Я пока отвлекусь, пока обдумайте, что сказал. У нас на этой неделе гости. Вот один из них я попросил встать здесь. Я буду спрашивать, ты быстро отвечай, потому что кое-что я не расслышу, мне потом расслышат. Фамилия, имя, отчество, год рождения, откуда? Пищников Владимир Вадимович, 75-го года рождения. Родился на Урале из Сверховской области, Артемовский район, село Покровское, корни оттуда. Где сейчас живешь? Какое твое семейное положение? Там же и живу, я женат, у меня четверо детишек, и со мной живет мама моя. Вероисповедание твое какое? Я христианин православный. Так, тут меня интересует один вопрос, пока, как ты оказался сегодня здесь, и когда мы впервые с тобой познакомились? Впервые мы познакомились, когда мы приехали на, можно взять, экскурсию с Желтухиным Александром. Это было 12 лет назад. Приезжали мы зимой, первый раз я познакомился со всеми, нас батюшка проводил. Видите, кажется, Желтухин побыл, здесь отец Александр уехал бесследно, не тут-то было, след остался. Он дал направление, а от него сколько людей пошло дальше, а сам вообще отпал, как будто никогда его и не было. У меня лично претензия вообще и существует, собственная претензия к общению, что мы привезли готовое, практически, не испорченное, почему ушел, почему не уследили, что так произошло? Это у меня вопрос к вам. Ну вот, я потом вопрос себе отвечу. Про отца Александра? Да. Он сам сказал, ответ его словами. Когда он ехал с епископом Евтихием, то он говорит, Евтихий говорит, сегодня будешь служить со мной. Он говорит, а вам лицемеры нужны? Лицемеры? Нет. Ну, не верующие как там? Нет. У меня, говорит, своих хватает. И на этом вопрос закончился. Веры нету. Скрытые тайные грехи, смертные грехи. Повторяю сейчас, Игорь. Так, ответь. Когда я узнал, что он собирается уезжать, мы специально пришли к нему домой вечером. Подожди поближе, я плохо слышу. Говори. Вечером пришли к нему домой с Галей. И стал я с ним беседовать, убеждать. Отец Александр, зачем уезжаешь? Спрашивает, почему? Он мне ответил прямо. Здесь, говорит, настоящих верующих нет, духовных нету. Как только это он сказал, у меня вот кто-то уста мои заклеил, и все. И я понял, что это очень граничит с хулой на Духа Святого. Потому что после этого Галя стала говорить то же самое. И после этого она отпала и уехала. Это один дух лжи. Один дух. Дух лжи, вошедший и не вышедший оттуда. Тут было, когда батюшки не было, меня не было, он начал по дворам метаться, а давайте вот так сделаем, два будет служение, одно такое, чтобы исповедоваться. Ему отдали Рубцовскую, Барнаул приезжал, служил он. Оказалось, веры никакой нету. Веры вообще нету. Я ему предлагаю введи собрание. Он начинает говорить, как будто бы никогда Библию не держал. Я касался канонов, святых отцов, ничего не знает совершенно. Ему это не надо. Уехал книги и прямо с Ирином все бросил им. Вообще никакой веры нету. И когда он был здесь, бросал семью, уезжал к отступникам в Красноярске. Зачем едешь? Скажи, хотя никак. То есть он был абсолютно чужой, но мне он понравился. Он был за русский язык, за русский язык. Мне это очень импонировало, близко было. Но когда начали заниматься, несколько дней прошло, его снабдили всем, несколько машин, продуктов. Машин, продуктов он возил и возил давали. И он как будто это совершенно. Осень пришла, картошка не выкопана. А почему? Так а мы выкопали, нам хватит. Как? Картошка уже выросла и бросил в поле. Да бросил. Дали телку, телка. Корова будет. Никому не говоря, зарезал ее и все, никому не сказал. Дали-то как, когда ты на ноги поднимешься, такую телку вернешь другим. А вещик что-то дали там, все под нож пустил и все. То есть он не работает, никак он все время, только дай. Девчонка говорила, почему нам картошку не копают? Я говорю, а почему? Вы же сами на ногах. Ну а нам там всегда копали, нам сажали, нам пололи. Чем закончилось? Полной катастрофой в семье. Смертные грехи пошли. Туман закрыл все. Вот вам ответ. Но он оставил вас. К вам. Почему, как вы сейчас попали здесь, сюда? В данный момент. В данный момент. Я ежегодно практически, приезжаю не всегда, конечно, на длительное время, приезжаю помогать. Ну, наверное, в общей сложности в вашей деревне через брата Игоря, поддерживая его в плане ремонта техники. Ремонта техники, это, я не говорю, это перестепенное. В первую очередь, я хотел бы, конечно, не хотел бы, вернее, это общение с братьями. С трудом, с трудом вижу, что общения, как такового, и по сути, не бывает. За неделю, которую я здесь был, я видел совершенно немногих. Братья, у меня вопрос к вам, почему вы не минимизируете это общение? Почему, кроме батюшки, Игнатия, Виктора, Володи, вы между собой не общаетесь? Или общаетесь, может, я этого не вижу. Убедите меня в обратном? Попровторяю, ты не видел просто этого. В среду было богослужение, каждую среду. Вас не было, вы работали. Ну, остальное, это кого тут 10 домов, тут и друг друга видят. В воскресенье занятия идут, первое воскресенье сейчас, уезжаешь, едут на благовестие. То есть, общение довольно активное. Скажи, какую должность ты там занимаешь, кем работаешь? Я работаю, у меня своя организация, фирма. Я хозяин, руководитель, ну и работник также. У меня фирма называется Термотранссервис, я занимаюсь ремонтом автор-рефрижераторов, ну и климатическое оборудование. Все, что связано с перевозкой грузов, требующих температурный режим. Я просто спрашиваю, какой твой рост и какой вес? Последний раз взвешивался 116, рост 170, не знаю, 6, наверное. Вот когда бывает у человека лишний вес, видите, он не такой, как мы, он какой-то квадратный. Руки у него вот так вот. Ты что, спортом много занимался или что? Навоза много грузил лысьена в детстве. Твой, я селёжка, были у меня в лагере? Да, серёжка, наверное, я не знаю, может быть и не самый, но долгожитель был. 8 лет подряд, ещё Наталья Приходько его 5-летним приняла. Я слышал такое, что в школе как-то его признали чуть ли не самым здоровым или в школе, или где? Я сейчас получаю грамоты, грамоты, благодарственные за воспитание из школы. Это благодаря тому, что он здесь бывал у вас. Так, а по здоровью говорят, что-то там у него особое. Какой-то он писал, что самый здоровый то ли в школе, или где? Наверное, я не могу сказать. Прыгучий, подтягивается. Сколько раз подтягивается? 26-27 раз он подтягивается, свободно. Выход силы на две руки свободно делает. Так, кто столько раз подтягивается? Солнышко крутит, земли не встаёт, перекручивается. Так, я кое-что пропущу уже, потому что торопятся все. Выезжаем сегодня. Скажи, пожалуйста, как ты поступал в семинарию? Где было? Кто принимал? Почему дальше так было? Нашим семинаристам это полезно. Послушайте. Прежде чем сказать, я интересный момент замечу. Батюшка ваш очень прозорливый и умница. Он сказал, Володя, ты поступал туда не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы учить. Заметьте. Заметьте, вам на будущее. Если что, то не раскрывайте лишний раз рта, если вы действительно не хотите вылететь. А вы вылетите, это запросто. Если только покажете, что вы умнее учителя. Или, по крайней мере, знаете больше его. Заметьте на это. Поступал я туда с желанием, с желанием действительно стать священником. У меня были препятствия, связанные с тем, что я женат второй раз, но крещение принимал уже супругой, с которой живу. Это у меня было препятствие, я думаю, что оно и остается. Я замолкнул на этом и оставил в стороне данную идею. Стать священником очень серьезный момент, это была действительно борьба, умея в сердце, великая ответственность. Не только за себя. Это серьезнейшая ответственность за тех, с кем ты общаешься, за тех, кто под твоим крылом. И ты обязан в действительности, как пастор, положить душу свою за ближних своих. В любом случае. То есть священник, это первая степенная обязанность его. Что у меня получилось? Экзамены сдавал со всеми вместе, с миронаристами. Были пацанята, молоденькие, были и дядьки постарше. У нас было требование к семинаристам отсутствия бороды. Это да. То есть епископ пожелал так, чтобы семинарист пропускал бороду только после окончания. Не знаю, как у вас сейчас, но вот у нас такое требование. меня сразу поставили на заметку. Экзамены сдал все на 4-5. Пять экзаменов у нас было там. Уже забываем. Ну, не суть. И писали краткую характеристику на себя. и там я упомянул о своем отношении к войне, потому что брать воинской службе, брать в руки оружие. А епископ у нас воинственный был. Кто по фамилии не скажу. Викентий он сейчас куда-то его на Кавказ отправили в ту сторону. Сейчас уже не он. Вот. Он очень действительно воинственный был. Он поддерживал военные лагеря, которые устраивали священники же. В частности у нас в Артемовском районе такой есть отец Николай. И вот. Когда уже последнее собеседование епископ много-много священников выводили каждого по отдельности и расспрашивали. И он прямо сразу вот мне задал этот вопрос. Вот. И давай оперировать разными местами священных ну не священных писаний святых отцов в частности Сергия упомянул. Вот. И дошло до того что я в последний момент вот Владыка уже не вытерпел. Я понял что на меня поставили крест. Писали. Я говорю Владыка скажите пожалуйста я должен брать в руки оружие и убивать. Да ты понимаешь ты ничего не понимаешь на меня я говорю Владыка еще раз прошу скажите я должен убивать или нет. Я поставил конкретный вопрос. В итоге меня просто-напросто выпнули А в каком году поступал? Я уже не помню честно Сколько лет прошло? Прошло сейчас скажу это уже лет 7 Минут свежие последние Лет 7 Я не зацикливаюсь на том что мне неважно уже становится Вот Совет батюшка дал идете идите учиться не учи чтобы можно было действительно удержаться потому что там жажда власти и давления там строят в семинаре я так понял строят подчиненных солдатиков Епископ уже настраивает сразу изначально подчиненных солдатиков Я тебе сказал неважно так или не так совпадает это или соответствует это священное писание неважно Я тебе сказал ты должен это выполнить Ты должен В частности на примере у меня был случай с отцом Андреем Артемовским Отпел он коммуниста Действительности коммуниста И ему мать матушка его прямо воспротивилась не пошла отпевать меня с ним И меня это возмутило Я отец Андрей почему так сделали А мне говорит приказал епископ Я говорю так вы понимаете что вы безбожника отпели вы говорите в молитве со святыми упокой как так вы отвечать вместе с епископом будете Я говорит не буду отвечать Я говорю как не будете за меня епископ ответит Да вы вместе туда пойдете и вот так вы понимаете что подчинение безусловное конечно да подчиняться но не отступать от священного писания учитесь учитесь я не знаю это конечно сроднись какой-то лукавостью что ли но молчите в определенном месте лучше не ввязываться споры споров очень много услышите между семинаристами я прямо на ходу здесь пока эти шли экзамены пока только наслушался Виктор тоже так же свидетель не дай бог я знакомый он закончил семинарий преподавал там хороший преподаватель но когда я увидел все что там делается это как в Московске приезжает то пошатнулся и отошел а пришло время совсем ушел как вечер так они сразу в борделе самые настоящие безбожники но им характеристику епископ дал хорошую и они будут руководить людьми а то что епископ сказал и он отвечает за это это выдумка сатаны отвечает каждый за себя написано каждый за себя даст отчет евреи скажут мы не верим потому что Моисей говорил Иоанн Златоуз говорит тогда Моисей встанет на суде Божьем а я ему говорил 18-15 второзакония среди вас восставит Господь пророка как меня его слушайте и евреи сразу заглохнут я же вам говорил никто ни на кого не сошлется суд будет неподкупный и сегодня интересное евангельское чтение такое же посылает одних не принимает других наконец сына посылает это сегодня такое же мы идем повторно по этим селам раздаем визитки приглашаем библиотеку наши братья раздают новое завет и евангелие ну а потом перед ними говорят свое слово так ты не жалеешь что тебя не приняли нет сначала была досада потом нет не жалею уже не жалею перегорело дело в том что я не перестал хотеть стать священником это желание как и осталось но не жалею что именно не случилось на тот момент почему может быть я понял что мне не по пути было бы с этими людьми с кем бы я пошел не знаю может быть контингент был митрополит такой Николай Ярушевич его книга вышла он выступает и говорит это во время войны благословляю вас на защиту родины бейте фашистских гадов чтобы ни один не выполз отсюда ну комиссар в рясе сегодня священник хоронит на Украине какого-то братья видели и говорит за каждого заплатите по 10 патриарх призывает убивайте русских москаляку нагеляху ну не на ветку на русских вешать надо ну это мирские люди это понятно ну а эти-то с этой стороны священники то же самое танки освещают анкетки пожалуйста делайте ну кто за ними там будет следить Буданова за что расстреляли что он сделал с Эльзой Кунгаевой захватил у нее глаз не так смотрят или у нее что-то душ это снайперша она в руках может винтовку не держала убил да изнасиловал так родители попросили убрать изнасилование иначе нам житья нету никакого как в вашей семье случилось это с дочерью а он ночью приехал на танки полковник рано или поздно его убили все-таки Чечня смыла этот позор а другие его хоронят как героя и чеченцы это поняли что главные виновники это попы и первым делом когда снайперы стреляют они обводят смотрят где священники и они формы все сменили за него платятся как за полковника ну сколько там положено 3000 долларов получишь в первую очередь попу подстреливают они поняли а мы еще не поняли а что даже священники делать звать к миру по евангелию прости врага иначе вражда никогда не кончится Гитлер был Сталин был но сейчас в Германии хорошее отношение нам это развеет во вред мы проехали Германию несколько раз отношение к нам самое хорошее знают мы русские на русской машине полицейские остановятся фотографируются помогают указывают адрес впереди машину посылают но если так мы отомстим у нас в 6 раз больше солдат погибло войной ну и конца края этому никогда не будет выход один ко Христу на колени прощения ну вот я теперь к Виктору Николаевичу провокационный вопрос а если тебя сейчас они начнут как ты там устоишь по вашим молитвам я прошу молитв чтобы нигде против совести а святитель Иоанн Затаус говорит что совесть первична Евангелие вторичное ты знаешь что мы против совести не пойти поэтому прошу ваших молитв знаем так почему Игорь Добунов не подал заявление что он сказал он звонил он сказал такие слова как примерно батюшка что я говорит для них буду учителем а не они для меня но я сразу понял что он не поступит я и говорю ты не поступишь цель-то конечно чтобы братья рожденные свыше были рукоположены что редкость в наше время чтобы священник был рожденный свыше по Евангелию сохранится вот именно сохранится а если с таким намерением то конечно я хотел бы поговорить с преподавателем ну поговори но только к чему это приведет что ты не поступишь если можно отойди от этих вопросов когда изучали научный атеизм то были верующие они отвечали так Карл Маркс учит так ну и пятерка а один начал Карл Маркс так учит а ты как понимаешь ну меня как понимать меня по программе я отмечаю что и Ленин так учил и Плеханов ну а ты как то есть он сцепился мертвой хваткой он говорит а я считаю неправильно все решает рождение свыше в духе святом да кого вы принимаете вы что делаете а он уже последний экзамен сдает я говорю об отце Григория Яковлеве Геннадий Яковлев которого Кришнаит отрезал голову ему сразу же диплом не выдавать защитил полностью диплом не выдавать но продержали маленько видимо с Москвы спустили дайте диплом но нигде не определяйте идет пусть куда хочет а без направления тебя нигде в школе не примут к слову сказать Лена кажется там какой-то учитель был мы посмотрели он о себе ничего не говорит никакого ответа не надо а то человек чуждый совершенно не подойдет да он и не нужен он о христианстве о христе вообще слова нигде не говорит я посмотрел все почитал много говорит так любят говорить зэки специально многословие какая библиотека где он был где папа мама а о себе ни слова там может приоткрыться такое что рад не будешь ну это связь какая-то была и когда ты думаешь домой сегодня уже минимум больше остаться нельзя нет у меня рабочие вопросы ты разбираешься значит в машинах еще да в любой механике в любой механике я ему стал как-то говорить я говорю самая главная должность куда пойти сыну его немножко послушайте как выбирает специальность вам сгодится куда он решил пойти мы пока не определились точно но думаем в МЧС МЧС Академия Академия МЧС при пожарной связанной с пожаротушением зачем ему туда вопрос как он отвечает что он тебе задал вопрос он мне в первую очередь задал вообще вопрос папа ты спасал кого-нибудь из жизни это было первое я говорю хочу свою судьбу связать с этим и мы у нас стал выбор один из них пойти пожарной спасать людей есть такой фильм американский он пошел специалисты наконец там рухнули и как он погибает провал я ему сказал ты знаешь самая первая специальность на земле это охранять сад и возделать ее в раю сельское хозяйство вот тем чем занимается потеряем выше этой должности нету без еды все умрем вторая которую Бог показал как делать взял шкуру и одел это текстильная промышленность это все что связано с прикрытием тела третье когда Бог уже выгнал человека первое дается без согрешения второе когда человек согрешил прикрыть наготу когда совесть его пробудилась уже увидал себя и третье когда выгнал это строительство это штукатур маляр все что евроремонт вот это делают а он мне отвечает как он говорит а я не буду ремонтировать технику ваши комбайны стоят первая райская ваша должность заглохла ну и действительно так вторая не буду делать ваши швейные машинки остановились холодильники не работают ну и правда все что связано с этим остановилось теперь я не буду работать подъемного механизма там эти экскаваторы на стройке то у вас и стройки не будет и получилось что он все профессии важны все профессии нужны каждый должен быть на своем месте если Бог вам дал талант говорить говорите если мне Бог дал талант крутить гайки я буду их крутить по другому как я еще сделаю я вот не разбираюсь в агрономии абсолютно мы с Игорем рассуждаем вопросы Игорь ну не спрашивай меня я не знаю и не полезу туда и не хочу брать другого но умею я делать это я и буду так а что я тебе ответил относительно МЧС для Сережи твоего что ты ему скажешь что я ответил забыл да да нет не забыл я думаю что я могу сказать не бросаться вы мне по крайней мере я единственно понял что не стоит свою жизнь отдавать за того человека которого приговорил уже Господь себя Господь его приговорил написано проклят кто меч Господень удержит от крови Еремия 4810 ну показывает на мотоцикле разгоняется машина перейдет он бьет переворачивается на машине стоит и показывает а мотоцикл пропал да машина тормознула он падает следующая машина его а ты спасай его они лезут в горы где не надо где запрещено и они потерялись а теперь идут за ними гибнут другое дело шахтеры я знаю что такое спасать людей на море специально спасательный корабль их тренируют они никуда в порту стоят но вот шторм все корабли стараются замол зайти где-то а они в это время выходят в море сос 9 баллов там поднимает 12 метров волна это ничего не значит ты должен идти спасать какая национальность вражеская ты должен спасать а цену значит такую пол корабля они год стояли оправдывает команда оправдывается все но верующий как он может полгода сидеть только на тренировках когда у него молодые силы он спасать может везде всегда я ему назвал этого армянского спортсмена какой-то на букву шеево фамилия такая не выговоришь армян там свой он 13-ти кратый чемпион мира по подводному плаванию и вот скажи на месте где он был какие-то два крутые там не поладили автобусы ну какому сходить не сходить автобус в это время тронулся ну и полный автобус и пал 10 метров глубина и он в это время ехал он выскочил в ледяную эту воду начал нырять 28 раз последний раз вынырнул посмотрел а в руках сиденья он разбил стекло под водой такого в мире никогда не было ну конечно он уже не спортсмен он только болел и болел но после этого попал на пожар пожарники отказали спасать он однако пролез еще несколько человек спас в воде на пожаре везде вот на олимпиаде на олимпийский огонь нес он не мчс а господь ему назначил он это выполнил так что еще два года есть да определиться он только в 9 класс пошел так что скажи ты делай то что папа делает у меня дети были я спрашиваю скажи кем ты хочешь быть артисткой девчонка ну видно что артистка в самом деле работать не хочет и все время разворачивает ее куда-то а ты кем парень хочешь космонавтом буду к одному подхожу а я буду автомехаником а почему у меня папа автомеханик я уже многое умею другую девочку спросил а ты кем хочешь быть скажу кто я на а я ветеринаром буду я говорю от вас и поженить надо у вас всегда в доме будет достаток дети будут одеты автомеханик и ветеринар вообще-то здорово детей надо приучить к тому чтобы они реально мыслили в этой жизни как прожить не с протянутой рукой как сегодня говорили нападать кому что так вопросы к нам еще я тогда вот к Игорю вопрос давай брат меня все равно тревожит тревожит то что может быть ты неправильно мне излагаешь можешь обязаться на меня можешь нет но ты часто упоминал что тебе нет помощи со стороны в плане даже подготовки я приезжаю тебя подготовить технику сколько километров не специалисты не специалисты как ты 2000 не так как ты не помогут не важно специалист не специалист даже хотя бы участием каким-то все равно какое-то участие должно быть мы говорили с тобой про Володю Володя смотри как чешет дрова он в моем хозяйстве совершенно бесполезный человек только поднести подай и дальше он будет стоять я тогда приношу я прошу прощения и за претензии высказанные тогда не жалуйся и работай один вот так вопрос я ему говорю вот ты приехал сюда раз-другой а ты не мог бы сделать так купить хороший новый немецкий комбайн Игорь и подарить мы уже говорили с Игорем на эту тему в принципе этот комбайн не будет он наоборот даже обузой будет но всяком случае можно не обузой и не сей хороший взять ну это да я согласен с вами дон если вы считаете что у меня может быть деньги текут рекой организация существует только третий год более-менее сейчас ухожу в ноль и может быть бог даст если я думаю что даст будет плевание и я больше времени свободного буду иметь чтобы быть рядом с ними помогать за эту неделю брата сделай ну вкратце что мы сделали с тобой да мне бы не сделать без него то что он делает мы-то быстренько похватали не говори про меня скажи что сделали ну заменили решета на комбайне я не знал их как менять спрашивал у ребят у фермеров они говорят не знаю как то есть они толком не знают как там надо вытаскивать грохот снимать жатку вытаскивать все полностью грохот вместе с решетами оказывается это можно сделать и без этого не разбирать пол комбайна менять и быстро за один день он справился заменили варианта агрегат сделали на дом комбайне полу агрегаты которые там не разбирались никогда он разобрал оказывается почему он не работает рвет ремни и все жует их оказывается там 4 болта было из 8 сорванных я бы до этого сроду не дошел никогда так бы менял бы и менял ремни вот такие вот мелочи мы восстановили один комбайн полностью под обмолот осталось только регулировки по месту а второе у тебя на разных культурах ну да он комбайн ставит второй он еще приобрел а второй комбайн сейчас ну рассчитывал ты не рассчитывал я наверняка рассчитывал на козьбу но сделали больше чем рассчитывал наверняка так слава богу я почему это сказал потому что один случай такой был в Казахстане в Татарстане живет человек фамилии тоже не знаю в интернете его можно найти татарин и сын больше никого нет не написано что жена дети больше и вот он приходит там где базар а там свалка свалка конца края нет он пришел в городскую администрацию и спрашивает а эту свалку можно купить но они смотрят на него как человека который свалка а за сколько вы будете его возить я сам вывезу вы мне ее подпишите оформите эту землю ему помогли он вывез и организовал там автостоянку рано он встает утром всегда в три часа запомните в три часа едет по разным где хиоскам оставили там коров сколько и вот он заработал деньги и купил автобус почему я тебя под комбайн подбил и детскому дому подарил дальше работает второй десятый двадцатый пятидесятый шестьдесятый кажется восемьдесят шесть автобусов купил и подарил детским домам не считая телевизоры питания ковры один человек с сыном татарин мусульманин да мы не можем велосипед подарить надо брать примеры из нашей жизни как он мог это сделать один он живой и сейчас сделали статую ему это Шемеев сказал сделать лошадь телега это чугунное все ребятишки облепили он едет на телеге и ребятишки с ними таких людей да их не найдешь таких я говорю не о двух а трех машинах был бы я богатый если бы меня как Маяковский пишет первым делом Игорь купил бы комбайн но ничего пока нету могу только сочувствовать молиться и так богатый я без вас комбайн купил я комбайн и без вас купил ну вот видишь да какой комбайн я хотел хороший так относительно сегодняшней поездки ты приспособься к нашим ну кто машины машины две машины так первая еще кто так к нему команда Виктор Андрюша сегодня под Степну съездить с ним вернешься подойди ближе поедешь нет Ирина становись так команда получается два человека ты ты три еще два одного надо давай иди ну быстрее так команда готова так вторая машина кто поедет так вы меня все-таки снаряжаете что ли нет ты просто едешь там побудешь с ними и Виктора заберешь дальше до Барнаула не в два часа надо будет выехать он не успеет ему собраться надо снегоход грузить еще там не в два часа выезжать уже отсюда надо было а еще он не приготовленный значит тогда тебе на тебя вообще не рассчитывать я могу только его забрать там с дороги ну там найдешь подстепную созвоните с телефона возьмите так Глушко оттуда возвращается рано в четыре уже могут быть дома в два часа там собрание ну как такой активный был счет такое ну кто машина нужна и команда значит на этом остановились никого больше нет так Лена назначай занятие половина двенадцатого полдвенадцатого где в школе в школе кто мне будет на компьютере помогать в поисковике ну Маша может я покажу Маша где она вот она поможешь Библию поискать ну все пока помолитесь сегодня за Машу кто может домашних молитв я и день ангела сегодня у Маши моей день ангела сегодня день ангела что же прошли то ну-ка давайте пропойте многое лето пропойте Люда многое лето многое лето многое лето многое лето многое лето многое лето Многое лето. Многое лето. Многое лето. Так, полденадцатого в школе. Благовестники, во сколько выезжаем? Сейчас 33 минуты десятого. Через час пойдет? Да, конечно. Полденадцатого околоскворечника. Продолжаем. Это брат Владимира. Лена, у Владимира что-то в течение недели. А что мне написать этому Максиму Прокопец? Он просил ответ дать. Почему мы не принимаем? Я узнала случайно, что ты подъехал. И вот именно вот что я хочу брать в свои захищники. Здесь население, я говорю, искренне ищущая Бога. Которая желает именно то, что у нас есть. А не просто учитель, он расписывает галереи, отца там, где жил, был. Это нам совсем не надо знать. Даже женат и не женат и не знаем. Ничего он не написал-то. Так обычно характеристики пишут зэки. Зэки не один раз, которые уже отбыли. А не 8 специалистов в этом деле, чужую фотографию ставил. Не надо. Я просто внутренне говорю. Ответь отрицательно. То есть ничего о себе не пишите, это уже о чем-то говорит. Это православное поселение. Учителя все верующие. И что с ним делать-то не будешь? Да, как ответить? Я прошу обращение. С Козловым-то когда? Если в два беседа... По четвергам, мы назначили по четвергам 7 часов. Ты можешь выйти с пол третьего, а в три примерно ты на трассе. Арджоникинзе 90? Просто? Только ты же мой чек-то долговый. Она сказала, будь меня и оставься сейчас. Давай. Наташа. Почему в школе? Там две библиотеки оказалось. Две библиотеки. А книги у нас в одной? В одной, в сельской, видимо. Собираться будем туда. Да, так оно означает, собираться в сельской библиотеке. Ну, еще. Каждый раз спрашивайте. Ну еще вы, ребята. Собираетесь ехать? Заправляюсь. Все уже. Отправляем брата обратно за Урал. Что тут у них идет? Заправка, наверное, бензином, да? Да, да, да. Сколько требуется бензина до места вам? 160 литров в одну сторону. Вот так. Так, слушай, Варабаш, ты рассчитался с ним? Да, да, да. Ну, покажи, как ты рассчитался-то. Я специально приехал посмотреть, чем ты рассчитался с ним. Нет, нет, нет. Вот это вот, да? Да. А сзади что стоит? Это куплено. Это куплено, да. Ты это продал его? Да. За сколько? 60. А? 60. 60. 60. А тебе разве не нужен такой аппарат? Ну, он ему нужнее. Ты понял, что у него он будет лучше работать, потому что ломается, да? Он его... Мы обычно так и делали. У меня мастер покупал ломанный магнитофон. Лешин. Вернее, я отдавал ему так, не продавал. Потому что много и делал. А платил ты за него сколько? 150. Вот так. 100 тысяч влетело. Ой-ой-ой. А кто изготавливает такие штуки, снегоходы-то? Вертолетчики, они вертолеты делают. Сатурн. Научное производственное объединение. Рыбинск. Это отечественное? Отечественное. А говорят, есть японские? Японские есть. Ну, с самого начала. Он у нас давай сыпаться, ломаться. Пошневая. И все. То не заводится, то не по непонятным причинам. В общем, российское оно есть. Не очень надежное. Поэтому у него в руках, то есть досмотр у него будет получше, чем у нас. Опять покупать будешь? Да нет. Снегоход. Пока есть на чем ездить. Ну, вот видишь как. Слава Богу. Так, Володя, какой-нибудь от тебя наказ нам есть или что-то? Наказ есть. Ну, пожелание, так сказать. Какое-то приветствие. Наказ есть. Давай. Я хотел, чтобы братская любовь не угасала. Есть такое понятие, как первая любовь. Я приехав однажды, первый раз к вам, я увидел эту любовь. Любовь между братьями. Любовь во кресте, в первую очередь. И братья во кресте любовь не угасает. Вот, простите меня, если я обидел, высказавшись. Вы для меня пример. А за что? За что простить-то, чтобы знать, что прощать? Да высказался. Может быть, вижу, что это любовь угасает. В этом-то любовь и заключается, что у нас любовь к брату. И когда ты приехал, мы знали, что мы с вами встретимся. Я спросил, когда? Второе половине воскресенья. Значит, мы с вами обязательно встретимся. И я предупредил всех, не подходите, не трогайте его. До одной минуты он должен отдать барабашу. Для этого он сюда приехал. Что я неправильно сделал? Все правильно. Все, поэтому ты выложился по полной программе своих знаний, какими тебя Бог благословил. Он начал сам-то спускать, что сделано, что не сделано. Вот это и есть любовь. Любовь к брату, а через него ко всему селению, но и к вам. Если бы вы сделали половину того, что сделали, пороговорили, просидели, вы бы думали, я приехал до работы такую дали. А они говорильню тут устроили. Ну говорильню устраивали, только когда уже? В 11? Сколько? Ночек. Может быть, когда уже мы спим. Да, спорил молоко, брат Игорь, уже темно. Ключи не видно, гайки не видно и уже идем я к нему. Надежда Васильевна привозила что-то сюда? Машинку или что? Да, сделала. А я знал. Ему даже в ночное время не давали отдыхать. Сделано. Брат, тут есть любовь. Любовь именно в том виде, в котором мы ее представляем. Каждый назначен для чего-то. И выполнить он должен эту миссию для будущего. Главное, чтобы вы не теряли, скажем, образ, пример, с которого брать нужно. Вот как. Не теряйте, держите, храните. Вот что мне хочется. Я сейчас встретил одну девушку, его дочь Лизу. Я говорю, а почему не была? Да вот тошнила, голова болела. Я говорю, я говорил то, что тебе необходимо, иначе вас будет страшнее тошнить. Я рассказывал про этого Шульженко Александра. Если вряд их выстроить, сто девушек погубил один. И каждая думала, наконец-то я нашла своего орла. Витязь прилетел. А он с кинжалом и подлец. Его не казнили, он сидит воспоминания пишет. Его кормят и поят. Но каждая думала, что она нашла в нем желаемого рыцаря. Вот в чем дело. Ты одна нигде не появляйся. Даже днем одна не ходи где. А у нас их спокойно провожают на конец поля. И даже бинокль не рассмотришь. Не говорят, что в ночное время. Она вроде слушает, но как будет. Вот так. Ну все, у меня время ограничено. Давай поехал, да? Да. Братья ваши, поклон. Священникам всем передавайте приветствия от нас. Скажите, мы помним. Встречи сохранились в памяти. Спасибо. Слава Богу. Всем домашним. Все хорошо? Собрались? Лен. Лен. Леночка, давай попрощаемся с тобой, моя хорошая. Всем домашним. Всем домашним. Ага. Всем домашним. Многие главное. Священникам. Пожелания. Самых неумеющих. Чтобы он был приемлемцем. У Бога. У пособности. Хорошо. Ладно. Подарочек. Ну-ка, уберай камеру, я тебя обниму по-крепкому. Давай, давай. Подожди, подожди. Он еще лаваскал. Нет, нет, нет. Не жму уж, так что дожди. Давайте. С Богом. С Богом, храни вас Господь. Маша тоже поехала. Маша, да? Что, и Марийка? Да. Там всем поклон. Да. Да. Моя лопонька, до свидания. С Богом. Храни тебя Господь. Приезжай почаще. Храни тебя жить. Спасибо. С Богом. Ты ци, ты, по-люшroffenハ. Ты Primary. Это то, что мы думаем. Лишь мне Pap兜озно.